Девушки отдыхают Товарищ полковник, у меня револьстники на проводе. Говорят, вода пошла. Они высылают бригаду. Прикрытие им обеспечит. Так что задача выполнена. Замечательно. Отлично. Спасибо. Так, тут ничего дёрнуть нельзя? Нельзя. Ладно. Тогда перезарядим. Лучше, чтобы он был, чем его нет. Я погорячился, сказав, что этот слезняк будет финальным боссом. Не тянул он на финального босса. И, как видишь, да. Он был финальным боссом серии. Да, в два клика. Так, тут уже светло. О! Здорово. Здоровья желаю, товарищ полковник. Вольно, ребята. Отлично отработали, спасибо. Спасибо, товарищ полковник. Ну, мы, считай, только дожигали после вас. Нечего скромничать. Дожигали они. От имени командования объявляю вам благодарность. Служим оском. Орлы? Ну, разоблачайтесь и домой отдыхать. Так точно. Спасибо. А, на межний противогаз, там не целая эта система, поэтому снять я её не могу. Товарищ полковник, скидывайте хинзу и огнемёт, это всё дезактивировать надо будет. А вам на пропускном перед туннелем зелёнки в колют. Я сейчас везусь. Вы там минимум недельную дозу получили. Хорошо, спасибо. Знаешь, для пословия, в которых они живут. Счастливого пути, товарищ полковник. Садитесь, товарищ полковник. Спасибо. Давайте с нами, ребята. До проспекта подбросим. Спасибо, товарищ полковник, но за нами сейчас разводка подойдёт, там места больше. Ну, тогда счастливо. Двигаем, Петрович. Так точно. Плохое предчувствие, что их убьют. Я хотел сказать, что, знаешь, у них в их условиях жизни такое, ну, отношение... ...полковник Хлебников, доложите обстановку. Товарищ генерал, задание выполнено. Короче, Толь, основное я сделал, червяков выжгли. Ребята ещё дочистят, а я домой. Новый год на носу. Не знаю, что вы выбрали. Понял, Сван. Кто тебя ещё так поймёт, как другой отец-одиночка? Ну, тебе-то легче. Твой уже капитан говорит. Серёге мои поздравления, кстати. Хорошо, не зашли. Самый поздравивший. Второго числа спразднуем по-семейному. Сейчас заскочи ко мне, и можешь отдыхать. Вас понял, конец связи. Конец связи. Пацаны отдыхают, гуляют. С наступающим, с наступающим, мужики, и вас, да. Здравия желаю, да. С наступающим, с наступающим. Всех с наступающим. Мэри крисмас и хэппи нью ер. Так вот, они так легко относятся уже к радиации, да. То есть, ну, получил недельную дозу, ну и ладно, колю зелёнки. Ну, понимаешь, вот, жизнь в таких условиях просто начинаешь мириться со всем. Давайте вам зелёнку вколем. Смотря, у нас реально глюки перед глазами. Вот эти зелёные точки появляются на экране, это неспроста. Петрович, давай руку, тебе тоже положено. Нет, я лучше сам, дома, своим шприцем. Ну, как знаешь, держи. Благодарю. Копит зелёнку, он наверняка не колет её. Осторожно, двери закрываются. Детям, наверное. Сто процентов детям. Ну, или внукам, или ещё. Комочки, что хуже? Да нет, слава богу. Но детской нормы зелёнки ей всё равно не хватает. Хоть и на проспект перебрались. Вот я что могу и откладываю. Вдруг обострение. Ну, в общем, жить можно и ладно. Ты мне лучше скажи, повыжгли, грянь-то? Повыжгли, Петрович. Это хорошо. Только она всё равно. Каждый раз только гуще разрастается. Видишь, не справляются насосы. Тоже их загнили. И так 20 лет отпахали при такой-то эксплуатации. А тут ещё дряни-то. Фильтры забиваются, прокладки распадаются, железо ржавеет. Скоро вся система откатки сдохнет. И будем тут на лодках рассекать. Гондольером заделаешься. А я и спеть могу. Давай, ты... Давай что-нибудь. Лучше мне надо. Твоим пением пытать хорошо. А я бы хотел, чтобы он спел. Пускай поёт. Смотри, у нас даже коврик под ногами. Ламповость? Ламповость. И лампово горит. Спасибо, что подбросил, Петрович. С наступающим. Взаимно. Я тогда тут пока поковыряюсь, а после ёлки мы с внучкой ждём вас с Кирюхой в гости, как обычно. Обязательно. Здрасте. Товарищ полковник. Здрасте. Сидоров. Подожди, Сидоров. Третья группа положительная. Ну, это ладно. И мне просто интересно, мы увидим другого Сидорова тут или нет? Товарищ полковник. Нет, Попов. Вторая положительная. Товарищ полковник, проходите, пожалуйста. Генерал вас ждёт. Первая отрицательная. Первая, да? Да, первая отрицательная. Смотри, как прикольно на самом деле сделали. В Новосиби-то хорошо жили. Пили, Новый год справляли. Обязание вас заставки, президент Римитана. Если проявили инициативу, так готовьте снести ответственность. Здесь вам не на гражданке. Может идти? Есть! Они тоже коммунисты, да, тут? О, Слава! Я тебя уже заждался. Проходи. Располагайся. Пока ты с ребятами на шашлыки ездил, тут кое-что новое нарисовалось. Взгляни на карты. Радиационная обстановка? Да, сталкеры из центра спутниковой связи вынесли. И теперь надо перевернуть там все и найти самое свежее. По всей стране. Без карт непонятно, куда ехать. Возьми это дело на личный контроль и секретность обеспечь, понимаешь? Куда ехать, Толь? Скажи прямо, готовится эвакуация? Хорошо. Научки только между нами. Да. Тянуть больше нельзя. Зеленки не осталось. Придется изъять у населения излишки. Так что все пока совершенно секретно. А к чему секретность? Хорошие ведь новости. На такое дело народ Зеленку и так бы отдал. Не мое решение, Слав. Но хорошие новости иногда и вправду лучше приберечь. Понял. Спасибо, что рассказал. Только между нами. Ты меня знаешь. Ну, с наступающим. Погоди. Как герою борьбы с гнилью и отцу-одиночки, тебе новогодний подарок от командования полагается. В размере месячного пайка на двоих. Держи. Спасибо. Ну, не задерживаю. Или еще побудешь. У меня и чай есть. А, это то есть выбор? Да нет, пошли. В другой раз, Толь. Кирюха, небось, заждался. Мы к сыну идем, конечно. Ну, тогда беги. У меня тоже такой телек был. На кухне в детстве. Потом он перекочевал в мою комнату. С наступающим. Кирюха, небось. И я был рад. Я до сих пор такие автоматы с водой встречаю. Сейчас стало модно, кстати, такие автоматы ставить. Товарищ полковник. Ну, просто так. Ну, типа, как ретро. И за 100 рублей буду стаканчик воды продавать. Здравия желаю, товарищ полковник. В парках там. С наступающим. Бухнуть можно. В наряде сегодня. Не повезло. Ну, могло бы быть и хуже. Серьезно? Ух, мы и сюжет тарелок жрем? Хе-хе-хе. Представляешь, кто-нибудь отошел, ну, допустим, в туалет. Короче, кто-нибудь отошел в туалет, вернулся. А еды нет. Смотри, даже весы рабочие. Я всем должна. Стыдно соседям в глаза смотреть. А ты хоть думаешь о нас? Хоть понимаешь, что это ничтожество. Все, что дали, все пробил. Значит, ситуация забавная. Да там далее всего ничего. Они жмутся сейчас. Ну, Тань, ну это же, ну, Новый год же. Трянник, тряпка, слезняк. Зачем я только с тобой звезалась? Ситуация забавная. Нет, момент забавный, ситуация страшная. Так, мы, короче, пожрали уже, посмотрели на семейную драму, пошли наверх, Новый ресторанской. А я реально такой ресторан видел из вагона. И из троллейбуса я видел. Ну-ка, встали! Нет, стопудово что-то затеяли. Стопудово что-то затеяли. Сто процентов. Стопудово что-то затеяли. С наступающим, Вячеслав Михайлович. Вот смотри, выберемся мы отсюда однажды, так? Не вечно же под землей сидеть, как кротам. Ого, товарищ полковник, давайте с нами за Новый год. Я у вас сушку, пожалуй, возьму одну, хорошо? Здравия желаю, товарищ полковник. Ладно, они... Присоединяй, я тебя обниму, Пути. Ну что, мы, люди кровавые. И полковник-извращенец смотрит. Да ладно тебе. Да-да-да, только я. Как же, не смотрит. Уймись, бешеный. Ну чего ты. Да я тихоня. Не спеши, потом. Ну когда, потом? Ну скоро. Вот после ёлки. Да ладно, до чего ты. Да подожди уже, бешеный. Мне даже это доставляет. Ладно, пошли, хватит изроченцами заниматься. Так, это такой же. На тебе. Папа, как я тебя напугал. Не ожидал засады? Отличная маскировка рядовой. А теперь положите обстановку. Ой, товарищ полковник, задание по украшению станции почти выполнено. Осталось последнюю лампочку вкрутить. Вольно. Давай я помогу. С наступающим, пап. Я думала, ты не успеешь. На мой день рождения и на мамину годовщину опоздал. Ай, прости. Я просто старался, чтобы таких годовщин у нас в метро было поменьше. Понимаешь? Понимаю. Вот и хорошо. Ну, включай. Задание выполнено. Отлично, рядовой. Спасибо. Папа, у меня для тебя подарок. Мне дядя Миша помог собрать. О, спасибо, сын. Кстати, о дяде Мише. После официальной части личному составу надлежит вымыть уши и явиться в расположении Михаила Петровича. Форма одежды парадная. Ура! Есть вымыть уши и форма одежды парадная, товарищ полковник. Ух, какую елку красивую сделали. Да, слушай. Дорогие жители Красного проспекта и гости с других станций. 2034 год подходит к концу. Год выдался непростой, но он еще больше сплотил нас вокруг общей цели. Благополучие всех, для кого тоннели метро стали домом. В Новый год мы все смотрим с ожиданием перемен к лучшему. И они обязательно произойдут благодаря нашим общим усилиям. От имени командования ОСКОМ я благодарю всех за отличную работу и поздравляю с Новым годом! 2035 годом! Да рано еще, 2034 только. 10! А, нет! 8! 7! Сейчас какой-то кипиш начнется, смотри! 4! 3! Ой, хорошо сделали! 2! 1! С Новым годом! А, 24 в смысле год! Генератор, зараза, опять сто! Ёптыть! Получено достижение Новый год! Кирилл, это Мельник, проявляйте связи, как слышишь, прием! Слушай, у вас хорошо, полковник, прием! Кирилл, я у торговых рядов. Где тут на Сибирскую проход? По лестницам вниз. Там штабоскома был. Еще там зеленку складывали, которую во время рейдов конфисковали. Конфискации, значит. Так, а у Мельника СВДшка, да? Это хорошо. Хотя, в таких пространствах это даже плохо. Вот на открытых пространствах СВДшка, это круто. Или это калаш? Нашел! Спасибо, рядовой! А, нет, калаш. Нет, калаш это вообще замечательно. Он же воздушку Артему отдал. Которая мне не сильно понравилась. Граждане, сохраняйте спокойствие. Сдавайте излишки радиопротектора представителям законной власти. Помните, наш общий долг объединить усилия для блага всех жителей метро. Интересно, а что скажут? Полгода назад. Помните, перераспределение радиопротектора. Разрешите, товарищ генерал? Слав, не боясь, не чей. И так тошно. Что там на Сибирской вышло? Там закончили. Вот изъятое. Не густо получилось. Плохо, плохо дело. Пятно сплошное. Километров в пятьсот жарится. Да и потом неизвестно, сколько ехать. Твои ребята карт натащили. Но чистых мест на них не видно. Были надежды на Байкал, но... Пока не нашли, там разгром полный. А насчет радиации... Фильтры на что? Главное, от пыли защититься. Фильтры. Все вагоны фонят так, что без зеленки никакие фильтры не помогут. А еще дети. Ты и сам не один едешь, а с сыном. Так что знаешь, что детям больше надо. Понимаю. А хватит? На всех сразу нет. Сначала вывезем ценных специалистов, подготовим новый подвижной состав, и тогда уже остальных. Так что получается? Будем людей на сорта делить? Кого первыми вывозить? Ты же видишь, что на кону. А что делать? Наши дети тоже, между прочим. О чем тут вообще говорить? Не ожидал, Слав, не ожидал. Ты правда что делаешь? О Кирюхе своем вспомни. Я, кстати, не забыл. Поедете с ним в первом эшелоне. Так что не подведи меня. А сейчас не забивай себе голову, отдохни лучше. На проспекте твои ребята и сами управятся. Понял. Ах, опять закурить тянет. Как ты будешь? Давай. Не откажусь. Угощайся. Давно хорошего куривания было? Ох, давно. Соскучился. На грязных станциях полно подрывных элементов, сам знаешь. 20 лет агитировали, мол, сбросим антинародный режим и заживем. А теперь, считай, дорвались. Все нас бог от настоящего мятежа. Но на бога надейся, а сам чистя автомат. Готовься, Слав. Время будет сложное. Да, работенка нас ждет грязная. Но деваться некуда. Либо мы спасаем кого сможем, либо хаос и всем крышка. Это логично. Если придется стрелять, смотри на это, как на войну живых с мертвецами. Каждый бунтовщик и есть такой мертвец, с собой в могилу тащит. Цинично. Зато правда. Но будем надеяться, что до этого не дойдет. Твои люди к такой работе готовы? Да, у меня случайных нет. Отсеялись все за 20 лет. А у других? В некоторых я не уверен. Сейчас будем их потихоньку рассредотачивать и разоружать. Рискуешь подлить масло в огонь. А что делать прикажешь, а? Тут куда ни кинь. Это да. Что-то... И правда устал я. Пойду, если ты не против. Конечно. Отдыхай, пока есть такая возможность. Боюсь, не скоро она снова представится. Да. И Слав. Береги себя. Спасибо, это тоже. А он тогда что? Ну как бы, понимаешь... О, опять. Мы ваше положение понимаем, сотрудничество ваше высоко ценим. И как только новые запасы поступят, все вам вернется. Да еще с процентом. Как в бумаге сказано. С намеком таким. Что бумага? Вот она. Вот подписи. Вот печати. Что еще тебе нужно? Ну а ты ему? Ну а что я? Ну да, все верно, товарищ генерал. Спасибо, что приняли, что время уделили. Сами понимаете, все, что в трудах нажито. Волнуемся. Он до дверей проводил, руку пожал. С уважением, в общем. Размазня. Что я тебе говорила? Чтоб на своем стоял. Этими бумажками лохи скоро будут стены обклеивать. Помяни мое слово. Бабка права. Надо было настоящий документ требовать. Ой, про документы это ерунда. Просто сложные времена требуют сложных решений. Что делать? Сколько встаньте в очередь на гвене? Так. Вы, скажите. Рода по спискам. Пожалуйста, товарищ полковник. Скажите, чтобы начинали выдачу. Пропустите. Сохраняйте спокойствие. Товарищ полковник, разрешите. Ой, батюшки. Обращайтесь. Поступил сигнал об излишках. Обязан реагировать. А он не открывает. Ясно. Ясно. Идем. К деду тому пойдем. Пойдем к тому деду, да, который нас вез на вагонетке. У которого внучка. Блин, это будет непростое решение. Придется принять. Так, ну-ка, разойдись. Товарищ полковник, сюда. Петрович, открой. Слава. Спасибо. Со мной. Михаил Петрович, вы знаете, зачем мы здесь. Предлагаю сдать излишки добровольно, иначе будут неприятности. Не могу. Ну, не могу я. Ты же знаешь, это для внучки. От себя ведь отрывал. По капельке капельку. Ничего не могу сделать. Был сигнал об излишках. Мы обязаны реагировать. Начинаем обыск. Проверьте там. Ну, суки, конечно. Как можно. Я ведь зарплаты откладывал. Все, честно. Знаю. Но порядок есть порядок. Есть, товарищ полковник. Нашел. Только не можно. Разве излишки? Это для внучки. Понимаете? Ага, для внучки. На рынке, небось, спекулируешь. Ну, сука. Товарищ полковник. Вы же знаете. Не, оставим. Я манал. Нет, мы излишки изымаем, а не последнее. Еще Вертухаев поддерживать, конечно. Отдал. Слышь, что? Отдал. Мне же рапор писать. Мне по херам отдал. Под мою ответственность. Отнесите в штаб и оформите как положено. Так точно. Рапорте, сука, писать. Отдал и все. Вшел нахер. Я понимаю, выбора у тебя не было. Спасибо, что оставил немного. Это ты прости. Но насчет выбора все верно. Нет его ни у кого. Ну, пойду я. Спасибо. Не за что. Спасибо, Слава. Хватит мне голову морожить. Долг и совесть получим на достижение. Новая сдача у вас точно посчитана. Не с потолка взята. Тут не хватает. Доплачивайте. Че пишет? Борис, если будут приходить лишенцы с расписками от Оскомины, гони их в шею. Да, бумажки официальные, печати все дела, обязательства компенсировать. Но ты им веришь? Они же всем подряд карманы выворачивают. У меня уже полбара таких сидит, у кого пачку изъяли, у кого две. Я сначала думал в половину номинала эти бумажки принимать, но потом явился лысый с распиской вообще на две ампулы. В общем, или зеленка, или пусть гуляют. Понял? А этими бумажками, похоже, разве что задницу можно подтереть. Миша. Ну, командир, тыс. Так это же изначально было. Зеленку возьму. Вы, народу, считай, все изговорит. Торговлю встал. А норма сдачи написана, как будто я тут магнат, процветаю. Вы меня тоже поймите. У меня написано. Написано, значит, лейтенант, вынь да положь. На заборе тоже написано. От того, что там написано, зеленка у меня не появится. Так своему командирую, передай. Мне может передать. Ну, короче, да. Жесткие времена. А может быть, жесткие времена и требуют жестких мер. Но это выглядит отвратительно, конечно. Но это выживание. Давай будем честны. Это выживание в очень жестких условиях. Что там? А то крыша протеклась грязной, небось. Или с депо. Думал, мы тут в зеленке купаемся. Это он мне? Короче, ну, мне всегда нравилось в метро послушать вот эти вот разговоры. Здравия желаю, товарищ полковник. Извините за беспорядок. Беженцы все время прибывают. На грязных станциях совсем плохо. В смысле на грязных станциях? Это там, где, ну, в смысле, радиация? Или слизни? Слизни? Мне кажется, это ДЛЦ по большей части вот об этом. Откройте! Оском! Просто история. Это даже хорошо. Ну, здравствуйте, рядовой. Ух, устал я сегодня. Кирилл? Ха. Ну, к рядовой, рассказывай, что случилось. Ничего. Не хочу я больше. Чего не хочешь? Быть рядовым. И воском я больше быть не хочу. Так. С этого места подробнее. Я на Сибирской был. Видел, как солдаты с зеленку у людей отбирали. Один торговец кричал, что они права не имеют. Его побили. С зеленку всю забрали и ушли. Ну, это уже ни в какие ворота. Я завтра узнаю, кто это сделал и разберусь. Ты говорил, что Оском защищает людей, а вы у них зеленку забираете. Почему? Это сложно. С зеленкой трудно. Поэтому и приходится забирать у тех, у кого зеленки много. И раздавать тем, кому не хватает. А не хватает власть имущим. Иначе богатые будут сидеть на своих запасах, а бедные умирать. Разве это будет справедливо? Да, конечно, да. Конечно нет. Таким раздают. Особенно у деда, например, когда пришли забирать. Вот видишь. Прям богач. Понятно, что те, у кого забирают, недовольны. Но так нужно, понимаешь? Богатый был. Ну, если бы у меня зеленку забирали, я бы тоже не радовался. Но теперь понимаю. Вот и хорошо. А эти солдаты вели себя неправильно. Я прослежу, чтобы их наказали. И они пойдут и извинятся. Правильно. Пусть извиняются. Но этого делать мы, конечно же, не будем, да? Вот и отлично. Кстати, о зеленке. Давай-ка, брат-храбрец, сделаем тебе укол. Давай. Например, смотри, у самого запасы ломятся, да? То есть... Долг-долгом, служба-службой, а себя обламывать нельзя. А не много за раз целый тюбик? То есть, ну, это же большая доза. Смотри, сколько? 50 миллилитров? У меня тоже такая скатерс. Есть до сих пор. Заставки тут хорошие. Этого не хватало оригинальному метро. Наше время. Мы же в 2035 живем, в 2036. Кирилл, это Мельник. Как связь? Прием. Слышу вас, товарищ полковник. Небольшие помехи. Прием. У меня тоже. Я на Сибирской. Тут была последняя линия обороны. Прием. Да. Я сам не видел. Мне папа рассказывал. А как раз перед тем, как мятежники на последний штурм пошли. Ну, естественно, это все вылилось в мятеж. Ну, это же логично. Конечно, три месяца назад. Прошло три месяца с последнего флэшбэка. Пап, тебе точно надо идти? Ты же не отдохнул совсем. Мятежники наступают. Не до отдыха. Мятежники? Скажи, пап, если мы, Оском, Защищаем людей? Зачем им врать? Ого. Ты повзрослел рядовой, а я и не заметил. Значит, поговорим как взрослые. Нужно ли говорить правду? Конечно. Но жизнь — сложная штука. В руках наших врагов правда может быть опасна. Нужно понимать, кому ее можно говорить, а кому нет. Командование видит картину целиком, и поэтому может принимать решения. Иногда неприятное решение. Но так нужно. Командование думает обо всех. А гражданские — только о себе. Поэтому правду, которая может их напугать, приходится скрывать. Но это для их же блага. Понимаю. Но все-таки страшно так думать. В жизни много страшного. Но я неплохо тебя воспитал. Ты сильный и храбрый. Справишься. Но мне пора. Иди домой. Пока не вернусь, никуда не выходи и никого не впускай. Это приказ. Есть, товарищ полковник! Сержант, проводите. Есть! Пошли, Кирилл! Ладно. Удачи, папа! Тебе тоже, сынок. Давайте, короче, на этом серию закончим. Продолжим следующей серии. Серия получилась такой, больше сюжетной, да, чем как с пострелушками. Это хорошо. Мне очень понравилось, на самом деле, смотреть. Ну, хорошо срежиссировано, согласитесь. Ссылка на пледлист будет в описании под видео с прохождением всего Метро Экзодуса. Поддержи видос лайком. Подписывайся на канал, если ты этого еще не сделал. Подписывайся на группу ВКонтакте, на мой Инстаграм. Ссылочки также в описании. Обязательно комментируй. Спасибо за просмотр. До встречи в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok